Приветик! С вами Татьяна Васильева. Сегодня у нас будет стрим про low whistle. Мы на low whistle будем разбирать 5 простых, может быть самых или не самых для кого-то простых, но на мой взгляд это очень простые мелодии для low whistle. Я буду их показывать на low whistle D, то есть такой длинный будет у меня low whistle D. Но если у вас вдруг нету такого инструмента, другие low whistle, то в принципе вы можете на высоком тинвисле вре выучить и потом перенести на свой low whistle. Если у вас E или G или какие-то ещё, мелодия будет немножко по-другому звучать, выше или ниже, но всё равно будет та же самая мелодия. Так что если у вас нету именно такого, да, ничего страшного, всё равно будет урок вам полезен, вы освоите эти мелодии на любом из вислов, потому что тут как бы мелодия будет одна и та же, просто в зависимости от тональности инструмента она будет или там на тон выше, или на 2 тона, на 3, то есть вот так. И я напомню, что стрим благотворительный, он посвящён бездомным животным. Я уже поддержала бездомных животных, Надя тоже и Валерия. Надеюсь, что вы тоже поддержите, да, вместе с нами бездомных животных. Можно любую денежку прислать, и она пойдёт на корм животных, животным на корм, на лечение, на разные нужды. И теперь давайте приступим к изучению первой мелодии на Лоу Висле. Каравай. И самое первое, на что нужно обращать внимание, это размер. Здесь у нас размер довольно простой, 2 четверти, да, то есть в каждом такте у нас по 2 четверти должно быть, ни больше, ни меньше, да. Первый такт это у нас за такт, то есть как бы одна там четверть, да, 2 восьмушки это одна четверть. И дальше уже следующие такты будут все полноценные, да, по 2 четверти. То есть там в основном восьмушками идёт, да. Ту-ку-ту-ку, ту-ку-ту-ку. Ну вот, давайте я проиграю сначала целиком всю мелодию, и потом буду последовательно по фразам с вами разбирать её. Перед тем, как играть на Висле, да, продуваем, особенно это касается Лоу Вислов, особенно которые любят из-за конденсата забиваться. Ну вот так продули, сейчас отодвинусь, чтобы видно было немножко, да, виднее. Вот, там ещё и кота видно, кажется, да. Ну-ка, котик, где там котик? Вот он, котик. КОНЕЦ Ну, я её с разгоном немножко сыграла. Можно, да, так тоже экспериментировать с мелодиями, особенно если это не мелодии для танцоров, у которых там должен быть чёткий разброс по темпам, да. Некоторые танцоры даже, бывает, говорят, что нам нужен темп 120, всё, строго, да, или 116-118, а здесь я чуть-чуть разогналась, ну, чтобы веселее немножко звучала песенка. Ну и теперь давайте разбираться с этим размером, да. Раз у нас две четверти, значит, у нас начало первой доли должно быть громкое, да, и начало второй доли громкое. А всё, что между долями, то должно быть тихое. Получается, вот после нашего вот этого затакта, где две нотки ры, и вот следующий первый нормальный такт, где там соль, соль, си, си, да, там, получается, первая соль должна быть громкая, а вторая соль тихая, потому что она между долями находится. Первая доля – это вот первая нота такта, да, а вторая доля – это, получается, здесь третья нота такта, то есть третья восьмушка. Вот она тоже должна быть громкая. И по громкости мы выделяем так, что мы сильнее дуем в инструмент, но не так, чтобы ноты улетели в свист, и можем более широким штрихом играть ноты, да. Можем отрывисто играть более там какие-то проходящие нотки, да, а те нотки, которые надо выделить по громкости, более жирным штрихом, то есть таким током. Ну, на самом деле, так сильно акцентировать не надо, да, чтобы прямо вот было так нарочито, да, акцентированно. Так, а-така, така, 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 на самом деле так не стоит делать, но чуть-чуть маленькие такие акцентики хорошо бы делать, чтобы у нас не смотрелось полностью одинаково всё-всё-всё, да, все нотки, как у робота, да. Так, а-така, така, 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 ну вот так это уже будет совсем механизировано, да. Ну вот, чтобы так не было, да, лучше акцентировать, но без сильных стараний. Ну, и давайте пробовать под ногу. Я буду стучать и будем играть первую фразу. Первая фраза у нас будет ре-ре-соль-соль. Так, у нас трясётся, сейчас я подальше ногу поставлю. Ре-ре-соль-соль-си-си-ля-ля. Вот это будет первая фраза, и мы её играем на артикуляции Т и К, да. Получается Т-К-Т-К-Т-К-Т-К-Т-К-Т-К. Можно Т-К говорить, можно Т-К, можно Т-К, да, как вам больше нравится. Главное, чтобы были разные буковки, да, не Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т и не К-К-К-К-К-К-К-К, да, а именно Т-К. Дальше я уже не буду это всё рассказывать на следующих мелодиях, это уже как бы будет по умолчанию. Получается, начало такта у нас всегда буква Т, ну и вообще сильные доли лучше на Т говорить, да. А все слабые доли, там где вот такие проходящие тихие нотки, пускай там будут К, да, ну по большей части. Получается у нас первая фраза Т-К-Т-К-Т-К-Т-К-Т-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К. Теперь пробуем на лоу вистле. Первая нота ре у нас, да, первые две нотки. Следующий соль, потом си, ля, да. Ту-ку-ту-ку, ту-ку-ту-ку. Пробуем уже со звуком. Попробуем еще раз. Три-четыре. И дальше. Следующая фраза абсолютно такая же, кроме последней ноты. Она получается уже четверть вместо двух восьмушек, да. Так что по артикуляции у нас будет вот так. Ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту. И теперь смотрим, как с вислом. И получается на этой ноте мы можем сделать вдох. Потому что до этого были только восьмушки. На восьмушках вдохи делать нежелательно. Но когда медленные темпы, в принципе, можно, да. Когда быстрый темп, ну, такой типа така-та-ка-та-га-да-га-да-га-та-га-та-ка-та. И вот на длинненькой нотке, а у нас длинная это четверть, получается, на ней мы можем сделать вдох. И то же самое мы можем сделать на остальных длинных нотах. То есть тут остальные ноты, это четверти, да. На любой из других четвертей тоже вдыхайте. Старайтесь все-таки восьмушки не использовать для вдоха. Даже на медленных темпах, ну, типа такое, что у нас сейчас, да. В принципе, можно дотянуться до четверти, дождаться, да. Когда мы играем, чтобы там уже вдохнуть. И вдох должен быть не после длинной ноты, конечно же, да. А должен быть внутри этой ноты. То есть началом этой ноты проигрываем, да. Но саму ноту не доигрываем до конца. Мы ее раньше времени заканчиваем играть. И тот остаток времени, который остался перед следующими нотами, да. Тот остаток времени мы используем для вдоха. И теперь давайте соединим две маленькие фразы. Току-току-току-току-току-току-току-току-току. Только медленно будем. Три-четыре. Уже забилось. Итак, мы сыграли первые две фразы. Следующая уже. Ля-ля-ми. ля ля фа диез и здесь получается нами можно вдох сделать и на фа диез вдох да потому что это четверти пробуем теперь на токуту да токуту токуту и теперь уже с вислом 34 ну и дальше идем ля ля ми соль фа ми ре ну фа я имею виду фа диез конечно же так потому что у нас р мажорный весу и там фа диез и до диез при ключе всегда ну и давайте эту фразу на токуту разберем да ля ля ми соль фа миру току 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 мне проще пропеть и теперь на висле проба можно в более медленном темпе тренироваться да если для вас это более быстрый темп потом когда в контакте это все сохранится и если вы будете пересматривать то можно нажать на шестеренку и выбрать более медленный темп то же самое будет в ю тубе когда я загружу на youtube ролик там тоже на шестеренки можно будет нажать скорость воспроизведения выбрать и там в половину меньше можно сделать еще в половину да и тогда будет еще комфортнее совпадать со мной ну еще раз давайте две последних фразы повторим ля ля ми ля ля фа диез ля ля ми соль фа миру три четыре ну и теперь давайте всю первую часть проиграем все что мы от начала выучили и до нынешнего момента на лоу висле 34 и дальше пойдем продолжение до начинается опять от рэ ре 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 соль си си я и на ту ку-ту это будет вот так ту 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 ку-ту три четыре дальше у нас то же самое да так что мы эти две фразы сейчас уже можем соединить и сыграть подряд и дальше ля ля ми ля ля фа диез ля ля ми соль фа ми ре это точно такое же продолжение как и в начале мы учили до после первых двух двух маленьких фраз так что просто уже выучено наше продолжение проиграем 3 4 ну вот собственно вся мелодия у нас пройдено чтобы более-менее еще раз повторить закрепить давайте ее от начала до конца снова проиграем нависли под стук ноги 3 4 4 и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, если более-менее скелет мелодии у вас запомнился, то можно попробовать уже и больше с акцентиками поработать, где-то прям подчеркнуть какие-то доли, первую или третью долю, но особенно первую, но без фанатизма, как я говорила вначале, да? И дальше, после акцентов уже мы делаем украшение Лиги. Украшение это мелизмы, ну или орнаментация, да? Здесь, в принципе, её сильно много и не требуется, потому что у нас сейчас как бы новичковая тема, да, что самые простые мелодии, да, мы не будем сейчас сильно наворачивать. И где бы я украшение поставила? Ну, например, Мордент на Нотеля в... Получается, да, в четвёртом полноценном такте. Если начало вот это вот считать, то это будет пятый такт, да, если за такт считать. И как это будет выглядеть? Сейчас ещё раз продуем. То есть вот здесь, на Нотеля мы сделали такое украшение Ля-Селя. то получилось да если медленно но сильно не нужно палец убирать и ставить да он должен чуть-чуть дернуться и поставить чтобы вот такое было украшение вот так его нужно можно просто кат ну то есть форшлаг да можно вот так сделать вот такой ту до селя вот тогда получилось медленно это будет смотреться и дальше вот такой выше и мы вот такой ширины здесь можно тоже на какой-нибудь из нот навесить кат или mordent да например мне вот нравится на фа диез сделать mordent а можно сделать кат на него да то есть я на вторую долю здесь на второй доля такта на фа диезе сделала mordent ну и в продолжении что там будет можно 0 опять же mordent сделать или когда вот здесь уже кат получился можно на фа диез сделать кат или mordent я сейчас mordent сделала ну и снова mordent на фа диезе да вот примерно такой расклад на мой взгляд да можно вообще этого не делать в принципе мелодия красиво прозвучит и без украшений или только с одним или двумя украшениями да здесь прям слишком много их не обязательно добавлять потому что это все-таки не айриш там жига или рилда так что смотрите на свой вкус как лучше да и теперь следующий этап это лиги добавляем то есть мы некоторые нотки уже соединим друг с дружкой с помощью такой дуги это рисуется до дуга между двумя нотами получается там уже не будет артикуляции артикулируем только первую ноту откуда пошла лига до а следующие нотки у нас не артикулируется и лигу лучше конечно начинать не с тех нот которые у нас самые тихие должны быть да то есть вот эти там где мы к и говорили оттуда лучше лигу не начинать да лучше начинать лигу оттуда где ты у нас ну например отсюда туку 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 ту а здесь даже у нас не получится лиги потому что у нас ноты одинаково повторяющиеся да тут получается для того чтобы лига их соединять надо каждую ноту еще к там разделять ну или страйков да но это более сложный уровень поэтому ищем такие места где нету парных вот таких до повторяющихся нот так что вначале у нас лига и лик и не будет а вот здесь вот смотрите пошла лига ту можно здесь да или сделать не такую длинную лигу了 например ту 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 don't монет или туку том ну то есть уже концовка нашей первой части как-то позволяет нам залеговать некоторые нотки но самую длинную лигу давайте покажу вот так получилось у нас туку а теперь следующее до продолжения опять же у нас только на концовку лиги приходится да поэтому можно например первую концовку сделать более длинной лигой например да а вторую концовку с более короткой с более короткими лигами или наоборот ну то есть уже на ваш вкус ориентируйтесь и так мы всю мелодию прошли с лигами или украшениями там минимумом каким-то чтобы у нас не было разучивание мелодии на целый год до растянута мы не стали добавлять кучу роллов мордентов катов двойных фаршлагов и еще чего-то на страшного вот с таким минимумом можно в принципе за вечер мелодию освоить и теперь давайте я покажу под ногу итоговый вариант с лигами катами мордентами и акцентиками небольшими до 34 а а а идем дальше будем учить что у нас там по плану какая мелодия у нас мелодия ой мороз мороз здесь уже три четверти это немножко сложнее да то есть нам считать до 3 надо в каждом такте раз два три раз два три где раз сильная доля до 2 слабая более-менее да более-менее слабая доля но тоже сильно да как бы между долями все слабое между долями в общем три доли в такте да и третье тоже довольно сильная но первое сильнее самое сильное это первая доля получается тогда раз два три 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 раз и везде раз сильный ну и с артикуляции здесь такие же правила на долях главных да там где мы говорим ты ну то есть на главных долях мы говорим ты да все что между долями или какая-то более слабая доля там говорим к лучше чтобы у нас ты конечно чередовалась но иногда будет подряд 2 ты если у нас была сильная доля и снова сильная тогда будет 2 ты вот что значит что у нас с долями да и артикуляции и с вдохами то же самое что и в прошлой мелодии я говорила вдохе мы делаем на длинных нотах да ну в принципе тут их полно чем длиннее нота тем она благоприятнее будет для вдоха то есть внутри какой-то вот фразы если фраза идет лучше ее надвое не разрубать из-за того что вы там хотите сделать вдох до лучше фразу доиграть и в конце фразы на длинной ноте сделать вдох я бы так это дело да то есть не не будет хорошо смотреться если мы будем вот так делать току 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 лучше сделать току 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 и в конце сделать вдох да ну или если прямо не хватает воздуха хотя бы но практически всю фразу я бы доиграла току 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 но это уже немножко похуже вариант но еще хуже как я первый вариант показала когда прямо в начале фразу только начали что-то рассказывать и уже прерываемся на вдох да так не стоит делать это же самое со следующей фразой току 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 так тоже лучше до конца дотянуть фразу рассказать все что вы захотели рассказать да току 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 т то есть вдох уже в логическом окончании фразы да нормально будет смотреться и теперь давайте под стук ноги попробуем разучить мелодию я буду стучать в первую в третью долю получается вторую долю я не стучу и как бы первая доля она раз громче чем все остальные я буду сильнее в первую долю стучать а третью потише буду стучать и будет в такой стук у меня ту ту куту дум-дум бам-бам-бам вот так чтобы мы точно знали где первая доля да так то ну то есть начало каждого такт а одно громче и получается первая праза нас ту-ку-ту-ку-ту-ту-ту-ту и как это выглядит уже на висле ну и нотами произнесут ми соль си ля соль си было бы хорошо если вы вместе со мной стучали и учили да и пальцы будут у вас задействованы и нога это еще больше пользы конечно принесет еще раз повторим эту фразу 34 и дальше следующая фраза у нас идет по четвертям до ми соль ля си ля соль и тут с ту-ку-ту-ками будет вот так ту-ку-ту-ту-ту-ту-ту-ту и на висле это смотрится и теперь соединим первую фразу со второй до 34 дальше продолжение соль соля соль фами получается тут вообще лесенка все легко до сначала соль потоптались на одном месте соль 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 фами да прям лесенка получилось вниз и как это будет с артикуляцией току 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 теперь написали 34 и последняя фраза соль соль ф так еще раз посмотрим соль соль фами фами я думала там яры написала или меда иногда через игра то есть соль соль фары фами мида ми в конце то есть можно и так и так но я тоже довольно частый вариант написала через мне можно можно выбирать как лучше теперь на артикуляции как это будет смотреться ту 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 и с ногой у нас полностью эта фраза на висле теперь с предыдущей фразочкой соединяем соль-соль-фа-соль-фа-ми а тут фами я забыла чем сыграть да кстати да бывать мира играется да а бывает что вот через такую финти флюшку фами рэм ну да можно без вот этих фами рэм можно с ними тут тоже если захочется да можно усложнить до фами рэм сыграть теперь от начала до конца давайте попробуем весь скелет сыграть под ногу навесли раз два три два два три если все получается и вам довольно легко играть да вы можно уже попробовать украсить какими-нибудь финти флюшками как с прошлой мелодии да и добавить потом лиги и что я здесь предлагаю тоже не стоит тут прям сильно много украшений ставить я бы на первую долю поставила бы дан самое самое без проигрыш на это на первую долю так то ну можно еще и в принципе на вторую и третью долю такта украшения доставить но не между долями между долями это пусть делают те кто играет уже там 30 лет ну или не 30 лет но очень-очень супер профессионально если вы новичок то лучше да только первую и но в крайнем случае вторую начало второй или начало третьей доли такта использовать для украшений ну и я бы сделала например вот так ту 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 например я боже вторую фразу начала с морденто то есть вот так ту 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 медленно покажу ну а быстро это вот так смотрится но можно в принципе не делать здесь да ничего тут уж по желанию или можно нами не делать до мордент ставить только на соль в конце да можно сделать как дальше соль соль ля соль фами но я бы 0 сделала кат от ноты си и получится так вот так да или мордент но мне больше кат здесь нравится так что я наверно с катом в итоговой версии сыгра здесь прям на фаде с прям отлично идет мордент но можно и как здесь до сделать и теперь лиги какие можно здесь расставить здесь уже нету таких повторящихся нот как с предыдущей мелодии да тут можно с первой ноты допустим вести лигу ту 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 но не забудьте что лиги это максимальный штрих поэтому больше у нас дыхание будет на это все расходоваться поэтому если вы до этого учили мелодию на артикуляции у вас хватало дыхание на первую фразу ну вообще на все эти фразы до в мелодии то сейчас если вы добавите лиги да то есть мы уберем частично артикуляцию да то может дыхание не хватить поэтому когда добавляем лиги еще раз с дыханием там все согласовываем до чтобы у нас вдохе не попали на какие-нибудь нотки на которые нельзя да ну и как у нас будет смотреть с первой фразы и и вторая фраза ту 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 ну Вот здесь вот прям просится лига, да, ля, соль, фа, диез, на ля, артикулируем, да, а дальше соль, фа, диез, мы играем на лиге Ну и здесь просится на ми, начинаем артикулировать, да, а дальше уже без артикуляции И дальше следующая фраза, последняя Ту-ку-ту-ту Или можно еще длиннее сделать лигу Ту-ку-ту-у И теперь я покажу, ну, мой примерный вариант, да Как я сыграла бы с лигами и украшениями всю мелодию от начала до конца под стук ноги Ну, удобный для меня темп, да, как бы, типа, если бы я это все разучивала Если вы разучиваете, да, и темп вам слишком быстр, да, то можно, да, замедлять Я уже это говорила в первой мелодии, но вдруг вы начали с этой мелодии смотреть Ну и так, с самого начала до конца пробуем Три-четыре Ну и как и предыдущую мелодию Эту мы также тоже можем зацикливать То есть мы в конец пришли, да, и можем снова в начало То есть мы доиграли до конца И без пауз перейти в начало И сыграть уже по-новому В следующий раз, да, мелодию, допустим Где-то уже в другом месте украшения Какие-то, где были раньше, там их уже нет, да, и новые украшения в новых местах И лиги чуть-чуть по-другому можно, да, чтобы, ну, не быть сильно похожими на себя Как мы вначале-то играли Но я уже пойду дальше То есть это уже вы сами фантазируете Сколько раз, да, сыграть мелодию Где-какие Попереставлять еще раз украшения Следующая мелодия Бидди Мартин с Болька Уже пошел Айри Штрат Наконец-то, да И напомню, что стрим благотворительный Он посвящен бездомным животным Которых спасает моя подруга Инна Зооволонтер Я денежку перечислила вместе с Валерией Диноборг И Надеждой Слепченко На бездомных животных Реквизиты под стримом Если вы готовы это сделать То это будет очень круто Что вы вместе с нами тоже поддержите бездомных животных Пробуем тогда Бидди Мартин с Болька Здесь тоже размер, как и в первой мелодии У нас две четверти Раз и два И раз и два И Вот так он у нас считается, да И причем у нас первая доля В отличие от русской народной музыки Здесь первая доля Хотя тоже в русской народной музыке По-всякому бывает Но здесь прям стабильно Первая доля не громкая Тут прям вот у нас должен быть взрыв мозга Теперь Потому что первая доля не громкая У нас вторая восьмушка должна быть громкая То есть вот эти вот Видите, идут шестнадцатые нотки Первые, да Си, ля А дальше соль, восьмушка Ну и вот Значит, си, ля Мы играем тише Но особенно ля Да, она вообще между всяких долей А соль мы играем громко То есть должно быть Та-га-та Вот так Та-га-там Дальше Когда идет ми Ля Да Тоже первая вот эта нотка ми Она должна быть тише А ля Соответственно, последняя нота в этом такте В первом, да Ля громче То есть у нас Самые громкие ноты в этом такте Это соль И ля, которая последняя Да И получается у нас такой расклад Та-га-там-та-кам Вот так На висле сейчас это изображу Продуем Я прям сильно дунула Настолько сильно, конечно, акценты не стоит выделять Но на висле, по крайней мере Если ваш инструмент не тинвисел, не лоувисел А какая-нибудь там, например, гармошка, скрипка Или что-то еще Где не будет какого-то злостного, да Передова Как здесь, да На сильной доле Там, да Можно и посильнее выделять доли Чтобы было прям вот Явно такое Та-га-там-там-кам-там-там-кам-там-там-кам Там, да, можно Но раз у нас висел Мы выделяем акценты Но не настолько сильно старательно, да Выделяем Еще раз повторю Тем, что мы сильнее дуем на этой ноте Но не изо всех сил, да Чтобы не улететь в свист И более жирный штрих делаем, да Если первые нотки у нас вот эти шестнадцатые Они должны быть прям тишайшие Такие Вот такие Например Ну вот так, да То следующая нота соль жирненькая должна быть Вот так, да Вот, собственно Что я имею ввиду Тут с акцентами, да Как мы будем делать Но сначала мы просто разучим мелодию Я предлагаю акценты уже добавлять После того, как весь скелет Мы выучим, запомним, да Тогда уже лучше заморачиваться с акцентами Но без них будет смотреться полька Не как полька, а как марш Или ну просто как какое-то произведение Будет вот так получается Так, да, 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 да А с акцентами будет Така-така-така-така-така-така-така-така-така То есть уже совсем разный характер С ними и без них С акцентами Поэтому, если вы хотите Всё-таки как ирландцы Сыграть польку То не забудьте про эти акценты Если мы сейчас всю мелодию пройдем весь скелет и дальше будем что-то добавлять и про акценты я вдруг если забуду вспомните про них да и добавьте согласно вот такому правилу что каждая вторая восьмушка в такте у нас будет акцентироваться ну и теперь собственно давайте разберем что у нас на ткт у нас в начале такта всегда и получается туку-туку-туку и теперь как это под ногу будет звучать туку-туку-туку теперь с вислом и следующая фраза почти такая же да тут кто-то-то-то-то-то концовка чуть-чуть другая до рэ соль там в конце тут кто-то-то-то-то-то я сразу с акцентами показываю чтобы уже на подкорке запоминалось да теперь на висле сыграем теперь с первой фразы соединим и когда мы видим четверть если на ней не надо брать вдох вдруг да если не хочется на ней брать вдох то мы четверть тоже должны прокачать по акцентам до первую часть четверти сыграть тихо а вторую часть четверти то есть там где должна находиться вторая восьмушка и и мы усиливаем по громкости и получается такая там качелька такая да как бы прокачка такая там 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 так это вот но если мы все-таки хотим на этой ноте взять вдох а тут больше негде до брать вдохе на восьмушках нельзя на шестнадцатых тем более нельзя нот когда брать вдохе то тогда не прокачиваем эту четверть до просто половину четверти играем как играем до ноту соль тут остаток этой ноты соль который мы не сыграли до используем для вдоха и получится так как тогда когда кота вот получится так но если мы разгоним мелодию до каких-то быстрых темпов и все-таки на этой ноте соль уже не захочется потом брать вдох до лишний то конечно прокачивайте эту ноту вот как я показывала да вот так-то так так-то 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 и уже на самой последней ноте тогда берем вдох но если у вас хватает дыхание конечно да для всей вот этой большой фразы ну и значит дальше получается все то же самое поэтому я не буду всю эту то же самое разбирать до тогда да такая 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 тогда я просто это про играют всю первую часть от начала до конца и причем тут еще смотрите есть реприза знак репризы да то есть мы должны еще раз повторить все то же самое получается четыре раза подряд одна и та же у нас будет один и тот же мотив 4 раза подряд мы его должны тогда проиграть так что я сейчас вам сыграю на если под стук ноги получается да из-за того что тут реприза в конце строчки да и мы идем в начало и все это повторяем да будет с повтором все вся первая часть 3 4 здесь еще такой медленный темп что даже я позволила себе взять вдох на какой-то из восьмушек но когда будут побыстрее темпы на восьмушках нельзя брать вдохе да только на четвертях теперь продолжение вторая часть начинается с ноты си да там очень похожие конструкции ну то есть две шестнадцатых восьмушка да те же все акценты такая же артикуляция да так а так а так а так а давайте эту фразу разберем да серый силя серый силя соль как это будет на артикуляции еще раз дубка тату работукая на висле следующая фраза уже немножко другая в конце И ля можно прокачать, если у вас будет быстрый темп И вам не захочется здесь брать вдох Или берем тогда на ней вдох Теперь на висле И теперь соединим первую фразочку со второй Три, четыре Ну и концовка у нас получается Сиро, си, ля, сиро, си, ля, соль Такая же получается фразочка, как мы и первую учили фразу во второй части Так что я просто сейчас проиграю И дальше концовка вообще всей второй части точно такая же, как и в первой части Так что мы ее тоже уже выучили И теперь соединим две последних фразочки Чуть-чуть продуем уже Начинается хрипота у инструмента Итак, мы доучили всю вторую часть Я ее теперь покажу с репризой, да, как она звучит То есть с повтором под стук ноги Три, четыре Три, четыре Я даже последнюю ноту Успела прокачать Ну и теперь Логично будет соединить первую часть Всю с репризами, да И вторую с репризой Ну то есть первая с репризой, да, и вторая с репризой Теперь я покажу от начала до конца Весь скелет мелодии уже с акцентами Ну, собственно, я с акцентами и разбирала все, да Не как робот Пробуем От начала до самого конца Все-все-все Три, четыре ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И дальше у нас по плану сделать еще красивее, да, польку, добавить украшения, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 долю до на первую или начало второй четверти так то начало первой четверти и второй четверти так то на всякие промежуточные ноты которые между четвертями до находится между 1 2 четвертью так то я бы не ставила до украшения то есть можно на ноту си конечно до трага да да когда ну как бы я с от взрывчика не хочу начинать и раз у нас первая доля должна быть все-таки тише да первая нотка первая восьмушка так то да то если мы украшения добавляем надо украшения научиться так тихо незаметно играть чтобы они у нас не перекрикивали вторую восьмушку так то да которая у нас акцентированная до 2 восьмушка громче должна быть так что учимся украшения играть тишайше да как можно тише и незаметнее то есть смотрите вот если сделать на самое начало так снова забилось то есть если мы сделаем большой вот такой форшлаг это уже будет не очень хорошо да а а если мы сделаем вот такой маленький незаметный тогда да нормально будет так что аккуратненько аккуратненько если же добавляем украшением до сюда то старайтесь до их очень очень тихо проигрывать тихо быстро незаметно да и получится только тут у ку-ку-ку я бы до сделала вот 0 кат или даже можно лига его соединить ту вот так до сделать и можно если даже еще из первой нотка украшенный это будет так и дальше смотрим да вторая фраза почти такая же только там концовка чуть-чуть другая но можно на соль на последнюю ноту например да навесить что-нибудь мордент нет мордент не надо давайте-ка да да если он тишаешь и такой то то нормально главное потом его оттенить вот этим акцентом до который true вот это да он чтобы он был громче наш акцент дальше продолжение у нас такой же в первой части да так что мы в принципе на те же места можем и добавить ну плюс-минус на те же места давайте дальше украшение где-то мы их не поставили наоборот да где-то наоборот поставили если мы в начале не везде там ставили вниз или не ставили да в общем чуть-чуть поварировать тут можно потому что но одинаковая фраза дает звучит и в начале и дальше в первой части и что у нас со второй частью россия но тут я бы на начало вообще ничего не ставила бы да и так там довольно насыщенно все происходит ну вот я на ля прям думаю что просится сюда как до отсеклят тупку 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 тупу получается вот это да то есть он не должен быть вот таким тогда он перевесит по акценту да тот ту следующую ноту которую нам надо акцентировать да он будет намного громче этот наш кат если нам его неправильно сыграть слишком долго и слишком громко да вот такой он не должен быть то есть он должен быть вот таким таким кратеньким и незаметненьким здесь вообще можно ничего не делать да и ну или 0 я бы может сделала кат дальше продолжение опять я отсеклят сделала кат и опять отсеклят да вот собственно примерный расклад украшений да по всей мелодии и теперь что с лигами можно соединить вот то что мы 16 нотки играли вот эти так как там можно их соединить лигой да и сделать ту вот тогда ту ту куту можно вот такими до лигами попробуем с ногой с лигами да ту ту куту 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 вот такой примерный расклад с лигами да там где вот селя соль прям логично это соединить лигой красиво смотрится и главное что легко соединять лигой там нету такого что переход от ры 2 октавы где все пальцы стоят а потом переход на си вот такого тут нету да что там все пальцы сразу надо убирать или все пальцы сразу ставить да вот в таких местах лиги конечно намного сложнее играть поэтому выбираем простые места вот как я до этого показала да и дальше что со второй частью вот тут как раз такое место до трудная сиры си если более-менее у вас оттренирован этот момент да когда носи у нас стоит один палец потом нары кучу пальцев да и если какие-то пальцы у нас опаздывают и какие-то опережают да у нас не получится красивые лиги но если у вас этот момент хорошо отработан можно здесь сделать лигу и получится вот так ту 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 но проще конечно не делать тут лиги до сделать вот так ту 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 нет здесь тоже будет сложно так у хотятку я бы не стала начинать либо давайте тогда еще искать варианты тупку ту 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 ну давайте на самый конец фразы тогда лигу добавим от ляк соль тогда уж точно мы не ошибемся и ну и с акцентами не ошибемся да и будет легко вот да то что нужно и следующая фраза ну здесь вообще у нас били безлик получается безликий ну и последняя фраза такая же как и в первой части да и там лига получается в том же месте ту 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 то есть селя соль у нас соединяется лигой и теперь я предлагаю проиграть всю мелодию от начала до конца попробуйте вместе со мной со своими украшениями да может быть они где-то совпадут и с моими да и лигами от начала до конца играем все-все-все под ногу на тени на лоу если да ну может у вас тин висел да если у вас нет лоу висла у вас получается если тин висел в ре высокий да он будет на октаву выше моего и у вас хорошо будет все по тональности сочетаться 3 4 а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть я сейчас, если вы заметили, варьировала лиги, варьировала украшения, где-то их сыграла, где-то не сыграла, потом в следующей части снова что-то изменила. В общем, тут постоянно мы немножко импровизируем в этом плане с украшениями и лигами. И тоже, как и предыдущие мелодии, её можно зациклить, сыграть несколько раз подряд. Ну и каждый раз мы... Лучше нам добавлять что-то новенькое в каждый раз, и не играть одинаково три раза подряд мелодию, потому что это будет скучно и слушать, и играть. Так что лучше заранее продумать какие-то вариации, может, расписать три раза подряд эту мелодию, или два раза, но с какими-то изменениями. Следующая у нас Eagles Whistle. Это марш очень красивый. Здесь опять, как и со второй мелодией, у нас размер три четверти в этом марше. И здесь уже более сложный ритм, потому что уже нота с точкой появилась какая-то, да? Такая жестокая. Некоторым не нравятся ноты с точкой, потому что там считать надо. Но некоторые и без счёта справляются с такими нотами, да? Ну я сейчас всё покажу. Надеюсь, что получится всё у вас. Давайте я сначала её проиграю от начала до конца. Кстати, я польку от начала до конца не играла, да? И что ещё? Мороз? В общем, если время в конце останется, я сыграю от начала до конца те мелодии, которые я не сыграла в быстром, обычном, нормальном темпе, да? Значит, здесь у нас не за такта. Прямо с начала такта мелодия начинается, да? Eagles Whistle в размере трёх четвертей. То есть в такте у нас три четверти должно быть. Раз, два, три. Раз, два, три. Где раз? Самый сильный. Самый громкий, да? И получается вот это фа диез, который начинается мелодия, она должна быть самая громкая в мелодии. Та-та-ка-та-ка, та-та-ка-та-ка. Остальные нотки у нас, начало каждой доли, второй там и третьей доли, да, тоже должны быть громкие. Получается, у нас не громкие в первом такте, это только фа диез, которая вот, не восьмушка, а вот шестнадцатая нотка, да? Вот она самая тишайшая. И Ре последняя нота в этом такте тоже тишайшая, потому что она между долями, да, находится между третьей долей и следующей, первой долей в следующем такте, да? Вот эта Ре должна быть тихой. Ну и получается у нас вот так, с туку-туками. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Три-четыре. Три-четыре. Это у нас первая фраза, ну, из первых, первые два такта. Кот кричит. Первые два такта у нас вот такие, да, из двух одинаковых фразочек, да. Дальше, следующая, от ми, третий такт, да. там такой же ритм то-ту-ту-ту-ту-ту-ту кстати я могу читать тоже наверно в первую третью долю но тогда это будет очень медленный стук так что я здесь прям в каждую долю стучу но старайтесь если вы будете тоже стучать ногой старайтесь все таки сильнее стучать в первую долю до чтобы было раз два три раз два три теперь давайте соединим всю первую строчку до 34 теперь если вдруг с ноты с точкой вы не разобрались то и и я предлагаю читать на три мелких счета до раз два три вот так если у нас стучит нога вот тогда тук 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 вот так вот должна длиться вот эта нота восьмушка с точкой до 1 2 3 1 2 3 то вся восьмушка с точкой ту ту то есть можно вот такое поделать упражнение ту и постепенно вот эти у так сильно не выделять дату следующий этап сделать вот это упражнение уже с 16 ноткой туку-туку-туку-туку-туку-туку-туку это я сейчас зациклила восьмушку с точкой и 16 нотку вместе вот да в таком получается вот эти в первом такте это вторая третья ноты да я сделала ее вот вот эту конструкцию первую из первого такта до вторую третью нотку сделала их постоянными да и получается вот так туку-туку-туку-туку-туку-туку-туку-ту если стало получаться такое упражнение то и в мелодии должно получиться все по ритму правильно да но еще раз давайте первую строй строчку повторим и пойдем дальше 3 4 и дальше вторая строчка пошла фа-ля-фа-ми-ре-фа-ля-фа-ми-фа то здесь уже вместо последней ноты рая у нас получилось но то фадис да а так тут начало второй строчки абсолютно такое же как и начало первой строчки ну давайте ее сыграем на туку-туку-туку-туку-туку-туку-туку и на если теперь 34 и дальше следующее окончание до второй строчки у нас будет рефа миры фами фары и фами свеселts меры и стука току это будет у нас там тату-ку-туку-туку-туку-ту-ку-ту-ку теперь давайте всю вторую строчку соединим три четыре и теперь уже всю первую часть давайте сыграем с репризой потому что тут тоже знак репризы как в предыдущей мелодии то есть две вертикальные черты с двумя точками да значит два раза эту часть играем сейчас сыграю с ногой попробуйте вместе со мной до 3 4 и а а а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Пробуем теперь целиком всю вторую часть, то есть третью и четвертую строчку и с повтором, да, потому что опять тут реприза, то есть два раза надо проиграть третью с четвертой строчкой. Три, четыре. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну можно и сделать, да А можно и не делать, да А здесь я на вторую, кстати, долю добавила Вроде ничего, нормально, да То есть на втором такте я добавила на ноту ля Кат от ноты сик ля Получается Если медленно, то это вот так ну а быстро это смотрится и дальше в третьем такте нами можно сделать да и опять же на последнюю долю такта сделала данными сделала мордент и еще и на первую долю барбент у меня был вот такой да только быстро но не обязательно так много мордентов подряд делать да можно вместо мордентов к от и вот так получается но если медленно дальше вторая строчка здесь я сделала кат на ноту ля от ноты си до кля зелоту и здесь последние два такта можно нары сделать например мордент то есть вот он примеры получаться ту мордентик да еще нами сделала на вторую долю такта да или как она у нас на а на третью долю такта сделала на предпоследнюю ноту в этом такте да я сделала мордент ту и собственно с первой частью все теперь вторая часть на си можно докат или мордент сделать на начало до второй части то есть третьей строчки до мордент классно смотрится я бы его сделала то получается ту и на следующий такт тоже носи в принципе нормально можно кат сделать сначала в том ордент да в первом такте третьей строчки а на второй такт в третьей строчке кат ну или наоборот да или вообще где-то из этих тактов не украшать ничего это уже как захочется так что дальше идем ну вот третий такт с нотами начинается и прям просится туда мордент да а здесь уже кат в последнем такте или наоборот да предпоследний такт третьей строчки кат последний мордент да например или или ничего да в каком-то из них дальше четвертая строчка ну тоже на ноту си я добавила кат и а можно мордент и да при желании си до си до такие то и дальше нары я сделала мордент но можно и как но проще сделать конечно не мир и да а фары сделать кат на воде сры ну или рэмер и мордент да ну можно на предпоследнюю ноту этого такта на ноту ми мордент опять же да как мы это делали в конце первой части но теперь лиги тут довольно просто их добавлять да то ту ту куту можно более длинную сделать ту главное лиги начинать не с промежуточных нот там который между между долями до от начала какой-то доли я сделала сначала первой доли лигу ту 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 можно не такие длинные лиги до в общем всю мелодию я теперь давайте покажу с лигами и украшениями да в общем с лигами да если будут вопросы вы лучше напишите в комментах да по вот этой мелодии но мне кажется тут все легко легко да если вы начнете лигу сначала первой доли или сначала 2 или сначала 3 вы не ошибетесь да то есть там где начинается 1 четверть такта где начинается 2 четверть или 3 четверть такта если вы оттуда начнете лигу любого размера да главное чтобы с этими легавыми вы потом со вдохами не замучились да там не по переставляли их тысячу раз потому что если длинная лига то мы много дыхания расходом я уже договорила да и тогда вдохов нужно будет делать больше давайте теперь покажу целиком всю мелодию вы попробуйте со мной сыграть с украшениями или без я буду с украшениями и лигами показывать под ногу медленно до от начала до конца первая часть с повторами вторая часть с повтором 3 4 проверим а 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И дальше зацикливаем мелодию до бесконечности, насколько это захочется повторять. Но обычно 2-3 раза проигрывают, иногда больше раз, если темп побыстрее. Теперь следующая наша красота – это «Широзула-морозула» или «Скорозула-морозула», по-всякому её называют. Такая красивая мелодия, и заводная её можно ускорять до бесконечности. Но мы начнём её медленно-медленно, да, вы уже сами потом ускорите постепенно. Мелодия у нас в двух четвертях, это легко, да, относительно, попроще, чем три четверти. И здесь есть одна нотка за такт, да. То есть начало как бы у нас с ноты Си, которая уже вторая нота Си в этой мелодии. Та-та-ра-та. Вот здесь уже акцент идёт, да. Та-та-ра-та-ре-ра-та-та-ра-та-ра-та-та-та-там. Здесь акценты, в отличие от ирландской польки, да, акценты на первую долю, да. Здесь всё легко. И давайте теперь попробуем на лоу-висле. Давайте я её проиграю сначала, да, чтобы вы её хотя бы услышали. Остальные, да, я потом ещё в конце. Те, которые не проиграла в быстром темпе, да, я их сыграю. Вот она как звучит быстро, да. Вот такая мелодия. Ну, давайте медленно, да, стучать. Я буду стучать в каждую четверть, то есть у меня две восьмушки будут на один удар, да. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. И артикуляция у нас получается тоже Т в начале такта всегда, да, и на главной доле К всегда между долями. Ку-ту-ку, поэтому мы с Ку и начинаем, да, потому что это затактовая такая нота, которая не является последней долей такта, да, она между долями. Ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту. Получается Ку-ту, еще раз Ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку. Ну а дальше мы доучим. С вислом пробуем. Три, четыре. Если все получилось, тогда идем дальше. Ту-ку-ту-ку-ту. Теперь соединяем. Три, четыре. Ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту. Три, четыре. И вторая фраза, вот эта длинная, она такая же абсолютная, как и первая. Так что просто ее повторим, да. Ну, давайте две фразы подряд и сыграем. Вот такие одинаковые. Три, четыре. Три, четыре. И где здесь вдохи брать? Конечно же, я бы брала только на длинных нотах. Это восьмушка с точкой... Ой, не восьмушка, четверть с точкой. Нота ми, вот эта та-га-ра-га. Раз, два, три. Вот на ней, да, вдох. Хорошо брать. Все мелкие нотки восьмушки. Ну, если медленный темп, да, можно еще на медленном темпе... О, кот запрыгнул. На медленном, да, можно брать вдохи, но когда у нас будет побыстрее темп, там уже точно вдохи должны быть только на длинных нотках, да. То есть на четвертях с точкой. И в продолжение у нас ля, соль. Ля, соль, фа, ми, фа, соль, фа, фа, фа. Фа, я имею в виду фадес, конечно же, да. Что у нас с артикуляцией? Ту-ку-ту-ку, ту-ку-ту-ку-ту. Так, продуем. Первые две нотки быстро мы играем, потому что это шестнадцатые, да, они быстрые. Ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку. Но не слишком такие. Ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту. И следующая фраза. Ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту. С вислом пробуем. Три, четыре. И соединяем эти две маленькие фразочки. Три, четыре. И последние, значит, две маленьких фразочки. Ту-ку-ту-ку-ту. Точно такая же, да, как начало второй строчки. Ну, еще раз. Три, четыре. А концовка чуть-чуть другая, да. Ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту. Четыре. И теперь давайте всю вторую строчку с захватом вот этих двух шестнадцатых ноток на конце первой строчки, да. Три, четыре. И теперь давайте сыграем все от начала до конца с ногой на висле. Три, четыре. Три, четыре. если все получилось пробуем уже украшение добавлять да и получается то что ткаты морденты хорошо подойдут они не такие сложные так как роллы какие нить мы их не будем сегодня трогать и получается на за тактовую ноту я конечно же ничего не буду навешивать чтобы нам акцент не сместить на эту ноту да она не должна быть акцентирована так что мы акцентируем первую ноту такта да то есть мы акцентируем ту ноту си которая уже идет после за тактовой ноты да тут у кого получается мы сделаем или кат или мордент на нее да то вот так мордент вот такой да но мы не будем сильно палец убирать доставить а мы его чуть-чуть дернем или вот так будет кат ту ту и здесь нами тоже я бы подчеркнула акцент до сделала от фадеза к ми кат ну или мордент ту ту куту куту или кат да и дальше повтор этой фразы можно также сыграть или чуть-чуть поменять там где был кат сделать мордент там где был мордент там сделать кат или вообще ничего да то есть уже покреативить и продолжение вторая строчка да ну на за такт я бы не ничего не делала да вот эти 16 нотки ничего с ними не нужно делать а вот на фа диез ну можно навесить что-то как например да ну да лучше кат наверно ну вот на фа диез когда он повторяться фа-фа-фа да я бы на первую за тех фа сделала бы мордент или когда мордент да тоже можно и кат а дальше так атака так ну нами можно последнюю ту ноту до что-нибудь украсить мордентом например и такая же фраза пошла и последняя фразочка тоже можно мордентом или катом ми украсить до или можно вот ми фами рэ ми сделать до украсить ноту ми соль ми ми то есть это вторая доля такта третья с конца но туда тоже можно ее украсить мордентом или катом и теперь лиги добавляем да тут у коту можно начать лигу получается после вот этой за тактовой ноты с первой ноты так то да как всегда у нас по правилам да и ее делать например коротенькую для но селя и все да а можно прям на весь такт продлить эту лигу это на весь такт атака у нас она будет коротенькая чем короче лиги тем как будто бы и веселее да ну хотя не обязательно смотря как вы в принципе еще играете все остальное ну и дальше что у нас с лигами но здесь можно соль фаде соединить лига да во втором такте последние две ноты да со второй доли сначала второй доли мы начинаем лигу это хорошо да не нужно начинать лигу с ноты фаде с в этом втором такте потому что она между долями находится до соль если начинаем то хорошо ну и следующий третий такт можно целиком залеговать да можно ну как бы залеговать отдельно каждую долю до миры лигуем и миф и миф одесс лигуем можно и так дальше такая же фраза у нас идет да и продолжение вторая часть да как бы то здесь в принципе можно лигу начать да с вот этой за тактовой ноты но не но ты да не с ноты соль конечно а с ноты ля то сделать вот так то но не обязательно да но я обычно делаю для соль для от ля идет лига дальше на лиги и соль и фо диез то вот тут то есть лига даже на больше одного такта распространяется до но можно более мелкие леги сделать ту 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 вот какой такой вариант тоже вполне нормально смотрится и дальше следующее то можно все это лигой до объединить от ноты си и все вы на лиге играть а можно тоже мелкими частями давайте целиком покажу лигу от ноты си до длинная вот это это целиком весь такт на лиге еще и вот эти две за тактовые нотки до теперь раздробленная лига да и дальше то то же самое идет ту и последняя фразочка или можно еще более длинную лигу вот собственно по лигам у нас такой расклад да можно их более длинными делать покороче делать лиги главное чтобы вам комфортно игралось чтобы вас во время вдохе были не так что вы хаотичны непонятно когда и теперь давайте покажу с украшениями всю мелодию с лигами от начала до конца под стук ноги и попробуйте со мной и сыграть но если получится с украшениями но можно и без них даже пока что три четыре четыре а а а ну и как вы заметили стоит знак репризы в мелодии да в конце тут я забыл когда-то я это писала забыл еще в конце поставить такой же знак ну вот в общем как и руки дойду добавлю его это значит что мелодия повторяется много-много раз да и желательно с каждым повтором увеличивать скорость и когда очень уже много повторов там последний повтор уже должен быть прям такой татары который так это кота это как бы в идеале да но если пока сложно быстро доиграть можно до разгоняться ну до какого-то более-менее среднего темпа потому что танец этот танцуется именно так что сначала медленно танцор и танцует его потом быстрее потом еще быстрее еще быстрее так далее если для танцоров до его исполнять что надо с разгоном вот и с каждым разом когда вы играете хорошо бы еще делать вариации какие-то не только с украшениями но и внутри самой мелодии но это большая тема вариации и у меня есть стримы по такой теме в плейлисте по стримам уроки на вебинарах он называется да там есть тема вариации да можно посмотреть будет ну кому интересно вот собственно я рассказала как мы тут разучиваем до 5 мелодий но это как бы базы базовый такой уровень если хочется более что-то такое сложное там вариации какие-то отдельно разобрать да в какой-то мелодии и отдельно разгон по разгон у меня тоже есть стрим как их разогнать да все вот эти мелодии посмотрите стрим про разгон или можно прийти ко мне на курс заниматься курс по тен вислу да и лоу вислу где я подробно уже рассказываю про все этапы добавления украшений не только тех которые сейчас показывала нас еще много украшений интересных и не таких уж сложных да так что приходите да или на курс или можно на индивидуальные уроки по видеосвязи и еще я хотела напомнить что стрим благотворительный посвящен бездомным животным мы уже с валерии и надей поддержали бездомных животных денежкой реквизиты под стримом будем очень рады если вы вместе с нами тоже поможете бездомным животным и будете участвовать тоже в добром деле и давайте сейчас на прощание как раз сыграю те мелодии которые быстро не сыграла до которые у нас были сегодня да вот полька вроде бы я ее быстро не играл а ну вот можно ее еще быстрее конечно разогнать но я собственно мало с ней имела дело пока что да если по разгонять она будет еще веселее звучать что у нас еще был мороз да вот такой у нас мороз более-менее быстром темпе а я кстати тут сыграла через реда в конце но можно и через me как я написал и что у нас еще было марш на наш игл свистал как он в быстром темпе звучит и и и и и и и и Играет музыка Была рада с вами увидеться сегодня Всем удачи Хорошо разобрать мелодии Пусть у вас все красиво звучит Пока-пока